Привет! Как-то я решил провести небольшой опрос среди своих знакомых, которые, мягко говоря, не очень разбираются в гаджетах. Я попросил перечислить производителей смартфонов, которые они знают. В ответ мне, как правило, выдавали набор из одной американской и десятка азиатских компаний. И никто даже не вспомнил про некогда известный, в принципе, французский бренд Alcatel, который, правда, теперь принадлежит китайцам. Я и сам уже стал забывать про их существование. Знал, что что-то там выпускают, даже какие-то призы за дизайн получают, но все мимо кассы. В том смысле, что народ за ними в очередях не дерется. И тут мне в руки попался Alcatel One Touch Idol. Ну привет! Ээээ, подумал я, подержав его первые 10 секунд. Странное ощущение. Грани и не округлые, и не прямые. Из-за этого чувствуется какой-то дискомфорт. Как-то не лежит по ладони, что ли? Особенно учитывая приличные размеры. С экраном-то 4,7 дюйма. Да и малая толщина здесь скорее минус. Не уверенно его держишь пару раз, он даже выскальзывал у меня из рук. Хотя их кривизной вроде не страдают. Трогать его так же приятно, как женщину. Ну, если она, конечно, сделана из пластика. Зато он легкий. Всего 110 граммов. Железо тут всего ничего. В смысле, процессор совсем уж слабенький. Поэтому аппарат периодически подтормаживает. Зато батарея хорошая. Мне одного заряда хватило на два дня умеренного пользования. Если нагрузить его по полной, смотреть фильмы, играть в игры, машину прикуривать, то до вечера должен протянуть. Кстати, о фильмах. Не спешите закачивать Full HD картины. Разрешение экрана в четверо меньше. Зато он яркий и не царапается. Спасибо стеклу Dragon Trail. Фотик, ну, так себе. Снимает вроде, но не вау. Та же история и с видеосъемкой. Теперь об интерфейсе. У меня в подъезде какой-то чудак на букву М имеет привычку курить в лифте. Так вот я просто горю желанием как-нибудь встретить этого пакостника и прочитать ему лекцию о вреде курения. Вот в точности такое же чувство я испытываю к дизайнерам Alcatel. Какого лешего кнопку Back нужно было размещать слева? Постоянно попадаю куда-нибудь не туда. Такая же беда, кстати, у LG. Возможно, и у тех, и у других главный дизайнер просто левша. Сам интерфейс на любителя. Прикольное меню заблокированного экрана. Можно сразу выбрать действия, позвонить, отправить сообщение или включить камеру. Понравились предустановленные программы, такие как AVG Antivirus Pro с годовой подпиской и интеллектуальная клавиатура SwiftKey. Любителей поколдовать над фотками и роликами порадуют симпатичные и простенькие графические и видеоредакторы. А еще есть аж два вида радио. Обычное и онлайн, где можно выбрать станцию по музыкальному стилю, среди которых встречаются такие экзотические, как дом, душа и испуг. Наверное, имелись в виду хаос, соу и фан. Правда, большая часть радиостанций почему-то не подключаются. Итак, что мы имеем? Средненький аппарат с неплохим экраном. Главный минус, на мой взгляд, дурацкое расположение кнопки назад. Кроме того, подтормаживает. И еще, я давно так не мучился с беспроводными подключениями. За что не возьмусь, Wi-Fi, Bluetooth, какие-то мелкие косячки вылезают. Чувствуется, что аппарат сыроват. Из плюсов хорошая батарея, удобный интерфейс заблокированного экрана и полезное предустановленное приложение. Этого идола можно купить за 10 тысяч рублей. В принципе, неплохо. Техногикам и любителям художественных фото не рекомендуется. Как и девушкам. Исключая, может быть, баскетболисток с волейболистками. Все-таки смартфон для женской ручки великоват. В общем, если захотелось приобрести андроида фон, а бюджета на топовую модель не хватает, советую обратить внимание на этот гаджет. Субтитры подогнал «Симон»!